Привет, зритель! Этот ролик посвящен моему уходу на октябрь. Он мог бы выйти раньше, когда я планировала его записать, допустим, вчера. Но! Не, если ты фанат именно обзора вот этого вот, то минуты три пропусти и приходи снова. А если нет, ты фанат меня, то смотри, втыкай, чувак, человек, зритель. Короче, у каждого мало-мальски публичного человека, ведущего канал на ютуб или еще на какой-либо площадке, просто творческого человека, блогера. Даже нихрена не популярного, типа меня. Всего лишь 6400 с чем-то там подписчиков. Но все очень крутые, практически. Ну, я надеюсь. Потому что смотрят меня, иначе было бы иначе. Короче, есть минимум один хейтер. Завистливый. Одинокий, несмотря на большое окружение, человек. Неуверенный в себе, который хочет очень напакостить. Вот как угодно. Я ждала подарок с мыльно-рыльными вещами как раз к уходу на октябрь от своей любимой подписчицы. Своей любимой подписчицы. С которой мы еще как бы даже общаемся так дружески очень. В общем, очень своей любимой подписчицы. И один вариант. Если бы я не знала, что она мне послала, то посылка бы потерялась. И мне там недели, через две, через месяц человек бы написал. Лёль, знаешь, я тебе посылку послала. Слушай, что ты ее еще не получила? Позвони на почту, узнаю, что как. Это другой вариант. Но так как я в курсе была. И человек как бы тоже пишет мне, слушай, посылка в Ярик и уши. Я говорю, да, да, в Ярике. Прикиньте, в Ярик посылка пришла в воскресенье утром. А третья косметичка от Hitford, которую я все никак не обозрю, пришла вечером. И я вот ее уже получила как бы во вторник. Сегодня у нас среда. Я, знаешь, пишу во вторник на почту России в приложении, типа, что да как, у меня там какое-то... Ну, ладно, мы про это опустим. Я могу отдельный блог создать на эту тему. Суть такая, что на почте некий человек из личных побуждений решил эту посылку заиграть. И я ее, видимо, буду ждать аж до, в лучшем случае, 2 октября, в худшем случае вообще до 5. Кому интересно, в телегу мою гляньте, там мои скриншотики, переписочки с ботиком и другими живыми людьми идут. Ну, так вот, раз человек так хотел отложить, чтобы я отложила этот обзор ухода, даже не уехав в деревню, при этом находясь в городе, то я сначала его отложила. А потом думаю, а что я его отложила, я могу обозреть то, что у меня сейчас есть. А потом просто добавить к этому уходу то, что я получу однажды все-таки. Так вот, бумеранги возвращаются. Мы за руку, конечно, человека не хватали, но... Ой, я карты кидала, честно-честно. В общем, за руку мы человека не хватали, не пойман, не вор, хоть это и не вор, но... Дорогая, я знаю, что ты меня смотришь и до сих пор мониторишь, и через какие-то там свои уловки, манипуляции людьми и так далее, тебе это все прилетит. И то, что человек, который мне посылал, переживал, это прилетит. И то, что мои родственники охреневали, когда я рассказывала, тоже прилетит. И то, что на почте, даже когда я спросила, почему вот этот трек до сих пор не трекнулся нигде, а лежит в Ярославле, и почтальонша охренела, тоже тебе прилетит. А мы продолжим обзорчик. В общем, я когда-то его обозревала, видимо, это подарок от подписчицы Света из Москвы. Я думала, что я его заюзаю, но что-то у меня как-то руки все не дошли, точнее ноги. Вот теперь вроде сады практически закончились, деревню, к сожалению, уже не съедешь, дом убран до следующего сезона дачного. Но я в городе нахожусь, и поэтому я могу вот это заюзать. Это интенсивно восстановлющая маска носки для ног Абрикос. На днях постараюсь заюзать, потом покажу в пустых баночках отзыв. Ну, в общем, оно мне в октябре будет юзаться. Мыло от Ифраше, которое будет жить 300 лет, если не вечно. Оно у меня все еще есть. Правда, я показываю коробочку, потому что оно у меня там в разломанном виде, мне надо было какую-то часть мыла оставить на кухне, а какую-то часть мыла оставить в ванной. Я моюсь как гелем для душа, слушайте, очень хорошая, кожу не сушит. Это, конечно, дохрена лимитка, но я думаю, что лимитки Ифраше до сих пор новогодние, пардон, выпускают. И если что, вы можете себе что-нибудь подобное приобрести, вот такой большой кусок. Тут я даже не знаю, сколько грамм, но что-то дофига. Даже не помню, не вижу, где тут может подпись. А, вот, 150 грамм. Тут 150 грамм, вот, у меня уже на третий месяц его хватает. Я его как мыло просто использую, руки помыть, да. Вот сегодня душ с ним принимала, очень хорошую пену дает, кожу практически не сушит. Очень классный такой. Аромат, конечно, на любителя. Кошка у меня пытается скоммунизить мышку. Отвлеку ее коробочкой. Детский крем, который у меня был в деревне, я его привезла в сентябре, и он у меня был заявлен на евренский уход, который я бонусом специально писала из-за того, что задерживалась в деревне, не могла вовремя записать все эти уходы, пустые баночки и парфюмы. Он у меня здесь, и он у меня переходит на октябрь. Тут немножко, ну, возможно, конечно, он в октябре не закончится, возможно, он закончится в ноябре. Очень универсальное средство. Не смотрите на то, что он детский крем, а я такая тут взрослая тетка, 37 лет, от роду. Он мне очень помогает. Ему можно как крем для лица использовать. Крем для ног вообще. Прокраснение какое-нибудь помать. Очень хорошее. Я давно с ним знакома, с таким кремом. Мне он очень нравится, этот Гринмала. Шампунь, на мое удивление, мне понравился. Мы с ним как-то нашли друг друга. С одним средством от мастерской Олеси Мустаевой, которое было в пустых баночках, он сочетался и давал волосы чистыми два дня. С тем, что я покажу снова, вот рядом с ним уже, как бы из этой, из парочки с ним, он как бы, ну, на полтора дня эффект чистых волос сохраняет. Он, конечно, не экономичный, в том плане, вот как, допустим, я воспринимаю, вот в сравнении с тем же Органик Тай, но он, в принципе, его надолго хватает. Вот смотрите, сколько тут еще. Учитывая, что пузырек мне достался неполный, тут половина того, что у меня было использовано. Хороший шампунь промывает, но действительно его надо использовать исключительно с каким-нибудь бальзамом и маской. Или маской, потому что сам по себе, он на мои жирные тонкие волосы, он как-то их высушивает, как-то. Ну, дискомфорт какой-то появляется, чувствуется, что надо чем-то его смягчить. Это Керастаз Париж Лореаль. Спасибо, Светин. Раз уж я взяла шампунь, то возьму и вот эту маску. Маска очень экономичная. Я все-таки поняла, как пользоваться. Буквально на несколько, там, чуть-чуть вот на пальчик, ну, я не знаю, пару пальцев нацепил. Я сначала делала ее полностью на все волосы, а сейчас стала делать чисто на кончике, вот где-то от середины длины. Волосы хорошо расчесываются, несмотря на то, что только на середину длины волос наношу. Ну, они нормально себя чувствуют после того, как вот шампунь их слегка подсушил. В паре они очень хорошо себя ведут, но единственное, что вот хватает этой пышности где-то на сутки, на сутки с хвостиком. Ну, в принципе, мне и обычных дешевых шампуней так и хватало где-то на сутки с хвостиком, так что ничего такого сверх супер нету, но как вот вариант попробовать, действительно интересный опыт. Спасибо, Светя. Ну, если есть фанаты, я знаю, что есть Таня фанат, как минимум Таня, как минимум фанат, и утверждают, что этот шампунь просто смазка мне не подходит, ну, моё мнение – это моё. Давайте будем так, а ваше мнение – это ваше. Просто как бы хотите его высказывать, высказывайте в более няшном виде. И у всех будет отличное настроение всегда. Так, у меня тут сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень одуванчика от Green Mama. Мне они очень нравятся, я с ним уже 10 лет знакома. Они у меня ещё не закончились, тут ещё немножко есть. Возможно, будут в пустых баночках ноября. Я ими регулярно пользуюсь, но как бы в основном чисто смываю помадку. Помадка у меня сейчас от Эйвен. По-моему, мне её Лёлечка дарила. Я, правда, не помню номер там или ещё что-то такое матовое. И вот после того, как ролик запишу, я её смою. Но иногда лицо протеряю. По большей части, вот именно как снять мейкап, который у меня небольшой. Всё-таки кошка в доме – это тот ещё кадр. Иногда её надо выставлять в коридор, чтобы она что-нибудь тут ни по кому не сделала, пока хозяин снимает ролик и не может отойти. И дать по ушам. В смысле, отобрать и кошку отставить в другое место. Розмариновая вода с серебром. Природный этносептик, 150 мл. Мастерская Олесе Мустаеву. Это подарок от подписчицы Светы. Той самой. Чисто вот на пробу. Но как бы хорошая водичка. Я её пользовала в деревне. И она у меня переходит на октябрь. Вот в деревне я ей даже реально вспрыскивала волосы. В моменты, когда не было возможности их конкретно так нормально помыть, расчесала. Я никогда не пользовалась сухими шампунями для волос. Но вот эффект, наверное, тот же самый, как у сухих шампуней. Её можно использовать как компонент для масок, тоник для умывания и очищения и тоник для кожи головы. Очень хорошая штучка. Так, у меня есть другая штучка, которую я более часто пользуюсь. Она у меня была в городе. Тота была в деревне. Тоник для лица. Лавандер. 90 мл. Минеральный комплекс без соболов серебра. Вот и я не знаю, какой из них лучше, какой хуже. По мне вот они очень хорошие оба. Тоже от Светы. Тоже мастерская Олесе Мустаеву. Тут не очень много осталось. Я думаю, что он, возможно, будет в октябрьских пустых баночках. И вот я им пользуюсь довольно регулярно. И утром, и вечером, и в течение дня. Он мне очень нравится. И, ну, если вы такой юзали, то можете дать знать в комменты типа Лёля. Я тоже такой пользую. А если нет, то я вам советую такой. Маска. Тоже от Светы из первой посылки. Это ночная маска с маслом ши. Сначала я её не поняла. Я её, ну, правда, жарко тогда было. Я её ощущала на коже. Мне захотелось её смыть. Ну, и как бы у меня чаще было... Вот в этот дачный сезон и садовый такой сезон, у меня чаще бывало так, что я иногда ложилась глубоко за полночь, потому что торчала на кухне и что-то, что-то делала. В этот раз я ей как бы намазалась, но спать легла вот не сразу, как там написано, сразу перед сном, а где-то часа через три. Может, из-за этого я её ощущала на коже и думаю, ну, блин, может, жарко, ну, в другой раз попробую. Сейчас, в принципе, прохладно. И самое то, когда вот нужно увлажнять кожу или там вечерним кремом пользоваться или чем-то таким, или маски наносить, чтобы кожа не была сухой, она у меня смешанного типа, жирная, нормальная, как-то так сухая. Ну, как-то вся подряд, и то, и то. Когда-то была чисто жирно-сухая, когда-то периодически нормально сухая. Я ей решила дать шанс и попробовать её именно вот перед сном наносить. Если не каждый день, ну, когда вспомню. И вот она у меня будет в октябре пользоваться. Сейчас у нас сентябрь, 29 сентября. Зубная паста, которая была в деревне, вот столько израсходовалась и столько осталось. Она у меня, да, и два тюбика таких, я уже говорила, я их покупала, два по цене одного. Далдал клиник 2080 Керасис. Корейская зубная паста. Покупала на Азон. Вообще, в принципе, корейская зубная паста я только на Азон и покупала. Очень экономичная, очень мне нравится. Она будет использоваться в октябре. Это тут зелёный чай и какие-то там соли. Или мята, и какие-то соли. Короче, растения и соли. Ну, нейтральный такой вкус. У меня племянник в деревне пробовал, как бы, ребёнок. Ему, в принципе, вкус нормально подошёл. Так что, если вдруг, что можете своим, ну, скажем так, для семейного пользования. Мама, папа и дитё. Не от трёх, конечно, лет, но от десяти, я думаю, вполне подойдёт. Так, у меня тут маленький кремик, который был в деревне, и он был на сентябрьский уход в деревне заявлен. Точно такой же и зафольгированный, и мне их надо до конца ноября оба уделать. Тут немножко осталось. Ну, в общем, он у меня будет использоваться в октябре. Это тоже от Света. Спасибо ей. Спасибо тебе, Света. Лаванда. Я вообще люблю лаванду. Можно даже сейчас лапки помазать. Потому что я как бы недавно пришла с улицы и другого помещения. И сейчас тот период жизни, когда у меня, ну, в смысле, тот период даже сезона, сезонной жизни, как сказать, когда вот если чуть-чуть забыл вовремя руки помазать, то потом ещё недели-две будешь мучиться, чтобы эти руки, кожу на руках привести в нормальный вид. Очень хороший крем. Быстро впитывается. Кожа такая нежная становится, гладкая. Вот эта штучка я ей, по-моему, даже ещё не пользовалась в сентябре, хотя она у меня была заявлена на сентябрь. Но мне тупо некогда было пользоваться в сентябре особо косметикой уходовой. Это Edge Mellow Cream. Какая-то корейская косметика. Too cool for school. London, New York. Что-то там пять в одном. Света мне говорила, что это как маска. Я читала, что она реально там куча всяких применений, но мне удобнее будет ей пользоваться именно как маской. Думаю, ей в течение дня там, ну, не обязательно. Именно на ночь, значит, у меня есть уже одна. Может, как-то вот... Между делом, может, даже сегодня нанесу на лицо и потом смою. Она же тоже на сентябрь заявлена была. Короче, вот она переходит на октябрь. Возможно, будет потом пустых баночках. Но, сколько мне известно, корейская косметика, она очень экономичная, чисто по пенкам и вот зубным пастам. Возможно, вот эти кремики тоже. Крем для лица, для, ну, ночной, дневной и фраше, который я когда-то делала заказ там и выбирала его в подарок. Мне его надо до сентября следующего года доделать. Очень экономичный, очень классный. Мне вообще его советовала в своё время подруга, которая живёт в районе Питера. Очень вкусно пахнет. Он очень нежной консистенции, реально такой экономичный. Вот его делали корейцы. Он мне очень нравится. Я, правда, им пользуюсь в основном в течение дня. Ну, днём там что-то, понимаешь, нужно куда-то выйти через какое-то время, а кожа такая вообще никакая. Надо чуть-чуть смазаться. Или перед записью ролика. Ну, я вот такой вам советую. Не знаю, продаётся он ещё в фраше или нет, но очень классная штука. Скажем так, стоит своих денег, хотя он мне достался бесплатно. Кайлаш Дживан. У меня ещё есть маленький бочоночек, в два раза меньше, но там чуть побольше, чем здесь. Здесь вообще остатки были роскоши. Тот был в деревне, этот в городе. Тоже у меня переходит на уход октября. Универсальная штука. Отдельную оттуда произносить, как обычно, я говорю, я не буду. Есть плейлист «Май Индия», и если интересно, просто ткнитесь туда. Там один из роликов посвящён полностью ему. Очень хорошая вещь. Я его регулярно уже покупаю. Единственная вещь, которую я покупаю из тех, что мне приходили на обзор. Правда, мне на обзор приходили исключительно только из двух косметических компаний. Продукты. Так, «Грин Мама». Крем «Донок», 24 часа уход. Мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите. Очень хороший кремик. В этот раз, вот за сентябрь, мне практически не пришлось им попользоваться. Некогда было, ну, вчера, по-моему, я его юзала. Тут немножко осталось сроком. Он до марта следующего года. Я думаю, что до марта он израсходуется. Ну, и в октябре, я надеюсь, я им буду пользоваться регулярно утром и вечером. После утреннего и вечернего душа. Или после ванночки для ног. Очень хороший, мне очень нравится. Экономичный. Тут изначально 200 мл. Крышечка от него заигралась ещё тише и до сих пор не найдена. Резинка на ней, на нём. Чисто потому, чтобы резинку не скоммунизировала моя кошка. Так, у меня тут остатки было роскоши немножко. Я думаю, в октябре он закончится. Это Лилак. Лилия и Девок. Лилия и собачка. Это китайская косметика. Биоаква от подписчицы Светы. Да, я тут много всего обозреваю от Света. И в этой уходе своём. Но что-то будет тоже ещё от Лёречки. И что-то ещё. И очень он мне нравится с Розой. Он у меня был в пустых базочках. Он практически закончился. Тут 30 грамм. Очень хороший. Вообще, благодаря Свете я узнаю о каких-то косметиках, о которых даже знать не знала. Я даже не знала, что в Китае есть такая замечательная фирма, делающая косметику. Уходовую, видимо, думаю, не только уходовую. В общем, Биаква. Но он мне будет юзаться наравне с тем кремиком. В принципе, один из кремиков я стабильно таскаю в сумочке. Но так как я сейчас чаще езжу с рюкзаком куда-нибудь, выхожу, то вот в рюкзаке таскаются. Походный крем. Вот это счастье. Алоэ Вера. Леврана. Витаминизирующий крем для век. Я не поняла его как крем для век. Но я им пользовалась чисто вот лицо протереть. Немножко вот так на щёчке. По большей части на руки. Когда редко у меня так получается, что за телефоном или ноутбуком на кухне я бываю чаще, чем за компьютером. Вот когда я сижу у компьютера, я понимаю, что мне что-то такое надо. А крем для рук на кухне. Я им пользуюсь как кремом для рук. Это компьютерный крем для рук. Хотя на самом деле это крем для век. Может я, конечно, дам ему шанс и пару раз его поюзаю, как крем для век. Это тоже отцвет. И снова отцвет. Это мини-бальзам Сьюз. Объём бальзам для тонких, лишённых объёма волос. Экстрактов фиолетового риса. Более лёгкое расчёсывание. 0% силиконов. В дохлевлён гиппонией. Профессиональное качество 100 мл. С удовольствием буду им пользоваться. Я думаю, что я им, наверное, в октябре начну сначала, снова именно его, открою маску, оставлю на потом, когда он закончится. Просто мне любопытно, как он будет себя вести на моих волосах. Я слышала про вообще шампунь Сьюз. У меня одна из подруг им пользуется. Иногда что-то покупают. И иногда именно Сьюз покупают. Но я сама никогда не покупала шампунь. Потому что у меня, благодаря вам, дорогие зрители, стабильно какой-то шампунь был. Если не был, то я покупала что-нибудь супербюджетное из какой-нибудь фирмы, которая мне дофига нравится. Причём на Ватбересеазон она стоит что-то очень прилично дорого. В раз 10-11 дороже. А в магазине, где я раньше покупала, где он раньше был, вообще стоит буквально рублей 40. Поэтому, как бы я, ну, не было такой вот необходимости покупать что-то такое вот. И тоже пользоваться. Да, можете сказать, жаба душит или ещё что-то. Возможно, и так. Плюс я ещё, как бы, имею свойство сделать свой шампунь. У меня всё ещё эта идея именно нужной консистенции создать свой личный шампунь на основе мыльной. На мыльной основе. И, как бы, вполне могу делать что-то и мыть волосы. Это у нас пенка. Тоже вот от Светы. Тот же вот этот. Too Cool for School. Я не знаю, что-то. Кульная школа, что ли, или да, кульная школа. Короче, та вот корейская вот эта штучка. Очень экономичная. Буквально, знаете, вот могу сказать с половину ногтя. Ноготок у меня небольшой сейчас. Бывает длиннее, да. Вот с половину ноготочка или сам ноготочек. Вот то, что беленькое. На руки. И хорошо мывает. Она такая гладкая. Она мне напоминает Биаре японскую. И ещё какую-то такую косметику корейскую, японскую. Ну, в общем, мне кажется, азиатская косметика. Она вся такая суперэкономичная. Даже вот этот крем китайский. Там буквально совсем чуть-чуть. И всё в ажуре. Штука хорошая. Но я сейчас чаще пользуюсь другой вещью, которую сейчас тоже покажу. Она тоже будет на уход. Октября она тоже от Светы. Иногда я пользуюсь ей. Она вот чисто как пенка. Когда вспоминаю, пользуюсь. Вот теперь практически весь урожай уделан. Почти весь. В сравнении с тем, что было, это совсем чуть-чуть. Мне будет время по утрам нормально умываться. Или по вечерам какой-нибудь пенкой. Сегодня я пользовалась, ну и как бы чаще пользуюсь, где-то раз в 3-4 дня. Вот этой энзимная пена, порошок для умывания. Энзимная пудра. Пенная маска. Короче, Лунатура японская. Вот это тоже от Светы. Очень хороший, интересный порошок. Я вообще о Тайком не знала. Тоже, опять же, спасибо Свете. Узнаю о новых косметиках. Каких-то новых таких средствах для ухода за лицом. Оно, в принципе, напоминает Уптан. Ну, Уптан всё-таки не такая вот эффект даёт. Не такая нежная пенка получается, как здесь. Правда, я давно уже не пользовалась Уптаном. Хотя у меня есть самопальный Уптан. Возможно, если добавить туда какие-то другие компоненты, то будет примерно то же самое. Очень хорошая штука и очень экономичная. Реально так вот. Даже если каждый день пользоваться, всё равно она очень долго хватает. Тут большой флакончик. Он мне достался как бы на пробу неполный, на одну-вторую. Тут 70 грамм. Эти 70 грамм ощущаются, судя даже по ладошку, немножко такую горочку, на очень долгое время. Как бы много. Так. Он у меня на сентябрь был заявлен как аромат. Но тут что-то мне не пришлось особо им пользоваться. Я подумала, что у меня тут пара кремиков для рук. Хоть есть ещё один зафольгированный. Можно было его заставить. Но я решила его ставить на ноябрь, на уход ноября. У меня просто много лосьонов. В основном благодаря подписчице Лёле. И один, ну, пара штук благодаря моим друзьям. Просто, ну, как бы подарили. Стоит, есть, не просит. Подарили, стоит, есть, не просит. И я решила, что его можно использовать, в принципе, как крем для рук, когда вот тебе закончится. Или когда просто захочется чего-то вкусного. А мне нравятся ароматы эмали. Это эмали Эвен коллекшн. Просто у него заканчивается срок годности. И мне его надо успеть до декабря уделать. Ну, и последнее тоже, кстати, подписчице Лёле. Очень классная штука. Благодаря подписчицам я узнала, что именно вот такой тоже можно его использовать просто как молочко для лица. И у меня был в контейнере немножко отлитый. Я в деревне его использовала как молочко для лица. Это Эвен Крем Масло Кокоса Восстановление Лосьон для тела, до сухой, очень сухой кожи. 400 мл. Тут, конечно, где-то, ну, половинка осталась. А мне его надо доелать. До ноября включительно. Я не знаю, в Эйвене вот бывает такое, что чуть-чуть просрочка. Просто у меня есть друзья, которые... У одной подруги крем Эйвеновский. Года на два просроченный был. Она им пользовалась. Ей как бы ни холодно, ни жарко. А я просто до такого ни разу ещё не доводила средства от Эйвен, что срок уже на исходе, а я тут что-то ещё пользуюсь. Ну, дайте знать, как у вас опыт такой есть или нет. На самом-то в флакончике написано, что после срока годности, по истечению срока годности не использовать. Мне очень нравится. Я им тут пользовалась. На сентябрь был заявлен именно как датило мной. Но я им пользовалась как датило, пусть у меня ещё маленькая баночка осталась, где вот отлита немножко из деревни. Я привезла как для лица. И он у меня будет на октябрь. Я очень усиленно постараюсь заюзать его хотя бы на треть, вот то, что есть. Ну и просто лосьоном для тела. Я используюсь обычно тогда, когда выхожу из душа и понимаю, что у меня местами стянутая кожа. Эту кожу хочется помазать. Чаще у меня или плечи стянуты, или где-то часть спины. Очень редко, когда вот там ноги. Потому что поэтому полностью как бы я на тело не наношу. Ну как бы нет такой необходимости. Не знаю, если вы считаете как-то иначе, можете мне сказать, типа, Лёля, на все-таки полноценно себя мазать, несмотря на то, что там у тебя стянуто только кожа на колени. Я приму ваш совет к сведению и попробую его на себе применить. Вот такой у меня обзор ухода на октябрь. Возможно, этого овер дофига. Плюс я ещё вначале говорила на отвлечённую тему. Но знаете, просто реально, как бы, когда ждёшь что-то, и вот такая неприятность случается. А есть определённые люди, которые пакостят. Ну, будем надеяться, что это единичный случай с областной почтой России, с областной почтой в Ярославле, что находится, и что посылку мне всё-таки не вскроют без моего ведома, как было с одной посылкой подписчицы, и она были следы на коробке вскрытия. И что этот человек однажды угомонится и перестанет портить мне жизнь разными способами. Всем спасибо за просмотр и пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!